Автор этого произведения Феликс Магельсон Бакротти, он жил в XIX веке. И к 300-летию реформации он написал целую симфонию, которую по различным причинам, к сожалению, тогда играть не стали. Но в целом это очень выразительная, очень интересная музыка. Итак, четвертая часть этой симфонии основана на одном из известнейших ветеранских хораллов, который написал сам Мартинин Бутов. Но мы сыграем не четвертую, а вторую часть из этой симфонии, она это очень лирическая музыка. М-300, симфония номер 5, оп. 107, реформационная, она должна называться реформационной. Музыка Когда мы сейчас слышим какую-то музыку, например, как часть симфонии, которую сейчас мы слушаем, Возникает какое-то настроение, музыка передает какие-то эмоции, какие-то впечатления, и для нас, в общем-то, очевидно, что музыка должна передавать эмоции и впечатления. Но это было не всегда так. Совсем старинная музыка, там, 15-14 век, еще такой не было. Там ценились совсем другие вещи, не эмоции, а в каких-то местах отвлеченность, в каких-то местах называльность, аффекты, как это называется, то есть эмоции, которые музыка передает, настроение, появились уже совсем позже, и существовали разные теории аффектов, разные даже манические способы, как какую-то аффект музыки создать, какую математику там надо использовать, когда пишешь произведения. Александр Пинтер, «Три характеристики». Александр Пинтер, «Три характеристики». Александр Пинтер, «Три характеристики», «Три характеристики». Александр Пинтер, «Три характеристики», «Три характеристики», «Три характеристики». Александр Пинтер, «Три характеристики». Александр Пинтер, «Три характеристики», «Три характеристики». Александр Пинтер, 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 «Три характеристики». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И написал на него вариации Эти вариации в целом начинаются более-менее традиционно Раньше писали вариации так Брали какую-то тему и на нее писали разные танцы Немецкие, французские, английские Какие угодно писали танцы на эту тему Я так и сделала То есть сначала проводится тема, потом идет три танца После этого я решила написать Сложно назвать полифоническим произведением, но это полифония с аккомпанементом Полифония это две мелодии или больше Которые переклетаются и в целом получается интересный такой узор полифонический Эта фуга интересна даже не тем, что она полифоническая, а тем, что в ней появляется вторая тема Ставет Матер, мать скорбящая У самого текста Ставет Матер очень грустная история Невесту автора во время свадьбы придавила упавшую стену Поэтому не очень веселое следующее произведение Невеста Зубова в коральной вариации Олхаутхольд-Бютен-Понта Очень спокойная, задумчивая Называется Элигер И Юноцец стал один из известнейших органных композиторов 19 века Райбертер Это произведение для органра со сливкой Элигия 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok